здравствуйте друзья с вами канал желудок и печень сегодня с вами сергей и олег друзья подписывайся на канал ставьте лайки пишите комментарии это помогает алгоритмами туба продвигать наше видео и у нас сегодня дегустация на дегустации ирландский blended mold the whistler the good the bad the smokey что переводится хороший плохой дымный бренд whistler принадлежит компании блан дистиллерии которая была основана в 2017 году и принадлежит семье куни деда читал что первый экземпляр вышел в 2019 году возможно whistler возможно вообще столько с этой дистиллерии данные напиток крепостью 48 градусов без холодной фильтрации без красителей выдержка составляет 3 года что является нас релизом выдержка происходит в бурбонных бочках до выдержка в течение 12 месяцев происходит в бочках кватер саск это маленькие небольшие бочки из всем известного торфянова виски лафройг ну давай сергей попробуем виски пытаемся нотку лафройга поймать в ирландском виски нотку шотландии в ирландском виски друзья сейчас мы пробуем виски на аромат так сказать первый нос расскажем свои ощущения дадим виски подышать 10-15 минут вернемся к вам попробуем на вкус после вкусе поговорим о линейке поставим оценки бутылочка очень интересно такая как запотевшая с мороза как будто отсылает квест рандом да каким-то получается ну возможно на что мне кажется я чувствую немного дымка а мне вот первое кисло-сладкое вот это вот что-то яблочное яблочно-фруктовая к это составляющая кисло-сладенькая и что-то где-то так фоном легонечко легонечко что-то вот как-то про этого яйца вот не могу сказать что конечно гайловские мотивы но какой-то дымок легонький да ну в принципе интересный аромат немножко что ли в выпечке какой-то сладкой как яблочный пирог муж какие-то медовые нотки но вот это вот сладость я игрю не могу понять как медовая да есть медовая тоже даже кита что травянистые оттенки немного как бы есть и есть чем подышать так сказать у этого виски пускай немножко отдохнет кстати забыли сказать что мисслер переводится как свистун на бутылке есть мелодия и говорят что владелец из кукурни занимается художественным свистом правда это или нет профессиональный свистун можно сглазать в нем виски подышать 10 минут и вернемся по друзья прошло 10 минут виски подышал сейчас мы пробуем аромат вкус послевкусия поговорим о линейке мисслер кислый такой запах мне кажется когда ваниль вот такое вообще мне как это кисло-сладким как вином таким винный такой шлейф плюс выпечка вот это кондитерская как ты говоришь ванильная довольно приятный аромат но такой деликатный вкус как чувствуется как под солодовость не знаю хлебность но это такая деликатная знаю сладко-медово-фруктово не знаю травянистый что ли вот маленькая горчинка может это вот или от лафройга или эта бочка так дает на послевкусие чуть думал вот вот именно вот такое да 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 что то не то что прямо такой вот копченый насыщенный вкус а где-то так деликатно деликатно в он проходит но обжигает довольно таки первый глоток видимо 48 градусов как бы дает свою какая-то все равно мне кажется маленько чувствуется йодовость соль как немножко привкусает небольшой на минималочках послевкусие среднее такое но все равно аромат понравился прям такой как бы такой мягенький ирландский такой может конечно чуть-чуть вот этот дымочек так где-то фоном идет тоже надо скрашивать по литру аромата немного колкость такая чувствуется ну вот я говорю вот 48 градусов она немножечко как-то видимо это покалывает хотя опять же я скажу не портит нисколько вкус соглашусь полностью поговорим о линейке вислер стоимость экземпляра мне неизвестно это подарок но смотрел на разных сайтах на дискаунтере цена 400 у него на сайте winlab около 7000 но у нас тоже где-то в магазине в элитном алкобутике я смотрел что-то тоже в районе около 7 что ли коллекция так можно сказать вислер состоит из различных линеек до первое планы у нас на рынке но трилоги сервис это даба лак дабу лак мы кстати пробовали примерно год назад но вот честно никаких воспоминаний о нем не осталось такой какой-то простенький виски который просто ушел у нас за вечер и как бы ничего плохого не могу сказать про него ничего хорошего потом входит два таких сказать можно с ликерным вкусом это и решхони и крем еще и кремовый также у них присутствует линейка вот с довыдержкой различных типов бочек это довыдержка хереси алроса выдержка бочки из-под кальвадоса а также довыдержка в бочках из-под имперского стаута который интересный экземпляр возможно ну и вот этот экземпляр можно считать тоже с довыдержкой в бочечках из-под торфяного виски и сингл молд и это пx i love you что говорит что сингл молд держится в педро хименосе бочки с которым педро хименос да и также есть еще но нога каск тоже скорее всего вино какое-то возможно но друзья мы сейчас прервемся и поставим вислер оценки друзья готовы подвести итог сегодняшней дегустации сегодняшней дегустации представители ирландии виски the wissler blended молд 48 градусов без холодной фильтрации без красителей выдержка 3 года бочки из-под бургона с довыдержкой в бочках ватер саск из-под лафройга начну я поставлю этому виски четверочку хороший аромат приятный на вкус я не почувствовал 48 градусов днк хотелось бы побольше но все равно он присутствует это можно сделать скидку что это не трафяной виски просто до выдержка в бочках приятный ирландский виски твердая четверка соглашусь я с олегом по части оценки но резюмирую тоже немножко может по-своему мне тоже немного не хватило в нем дымка ну правильно ты говоришь что не стоит его позиционировать как торфяной виски просто небольшая выдержка где-то фоном дает немножко островной дымок что в аромате что во вкусе а так в целом мне очень понравился данный экземпляр просто как ирландский виски он вкусный он сладкий фруктовый мягонький но чуть-чуть немножко первый глоточек покалывает но возможно это из-за 48 градусов а так от меня тоже твердая четверка хочется попробовать другие релизы хотелось бы да желательно солодовый экземпляр интересно друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии мы рады работать для вас до свидания всем пока но он в принципе он все не позиционирует как торфянник да он получается просто довыдерживается какое-то время в бочках а он идет когда фоном он даже в аромате вот так нет нет ты так раз где-то вроде как дымок такой проскользнул чуть-чуть а